МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На ваших экранах программа Калейдоскоп, и мы ее ведущие Ирина Ковалева и Марина Комиссарова. Как обычно, в ближайшие 15 минут мы постараемся рассказать вам о самых интересных и ярких событиях, которые произошли в нашем городе за минувшую неделю. Наверняка многие из нас в юности писали стихи, но делали это чаще всего в стол, но не было просто возможности показать кому-то свои произведения. Времена меняются, и сейчас в библиотеке имени Горького организована специальная площадка для всех желающих показать свой талант окружающим. В Большом конференц-зале областной библиотеки имени Горького постепенно становится все меньше мест. Здесь проходит первый фестиваль молодых поэтов. Идея возникла, на самом деле, очень давно, потому что мы подумали, что очень много поэтов в городе Рязани, у которых нет площадки, которым хотелось бы выступить, с авторской поэзией, с поэзией любимых классиков, и, может быть, в литературной импровизации как-то проявить себя. Поэтому мы решили предоставить им эту площадку, и планируем проведение фестиваля раз в год в дальнейшем. Проявить свои таланты, артистические или поэтические, здесь мог любой желающий. И таковых собралось чуть более 50 человек. Здесь проводились вечера песен и поэзии, на которые я активно хожу, стараюсь ничего не пропускать. А теперь, не знаю, просто стихи почитать. Именно как-то есть, появляется какое-то разделение музыкантов и поэтов. И, в принципе, это, наверное, интересно и прекрасно, и хорошируется, но больше возможности показать свое творчество, потому что некоторые вещи, допустим, которые я сегодня пытаюсь прочитать, они под музыку у меня просто не пошли. Константин признался, что пишет давно, хотя его основная профессия совершенно не связана с творчеством, что вовсе не мешает ему вдохновляться и писать. Быть выше порока и сильнее жалости, гнать тоску прочь, а маразм от старости, гнать, 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 звезень теплый упора, чтобы рвануть так, будто била Аврора. Мы выкрутим громкость на усилители, мы здесь рок-н-ролл, а остальные любители. Я пришел донести до вас каждое слово. Я здесь поэт, остальные – в Донцово. Представить свои стихи в музыкальном сопровождении пожелал первый участник фестиваля и вызвал шквал оваций. В Арктике снег, в Арктике холодно, в Арктике нет, никого, кроме меня и тебя. Белых зверей сияния севера и одиноких людей берегу, линии в полюса, вода со звук. Давай поспакуемся, встал и восклиц. Фестиваль муза состоялся впервые, но судя по тому, какой отклик это мероприятие нашло в среде молодых талантов, проведение его в библиотеке станет доброй традицией. Совсем недавно в нашей стране отметили День кукольника. И к этому событию в одном из художественных салонов в Рязани открыли выставку кукол. Но не просто кукол, а кукол театральных. Театральные куклы до недавнего времени можно было увидеть только в спектаклях. Теперь же галерея «Дли тебя» и Рязанский театр кукол приглашает всех рязанцев познакомиться с героями интереснейших постановок поближе. Конечно, представлено здесь не очень много экспонатов, но нужно понимать, что театральная кукла особенная. Привычная для нее среда обитания – спектакль. Там она привыкла жить под светом софитов, прожекторов. Так что выбирались представленные здесь герои очень тщательно. Конечно же, мы очень внимательно ходили в хранилище кукол и смотрели, что за куклы могут быть здесь представлены. Куклы должны быть, конечно, очень выразительными. Куклы должны быть разные. Куклы должны отличаться, стилево отличаться. Художники все у этих кукол различные. Даже по времени создания этих кукол в таком диапазоне существуют. От 80-х годов и до 2000-х. Здесь можно увидеть очаровательных куколок-ангелочков из спектакля «Святой и грешник». Персонажи из удивительно утонченной восточной сказки «Волшебная лампа Алладина». Куклы из коллекции уникальных спектаклей для взрослых. И героев легендарного спектакля «Мастер и Маргарита», которому в этом году исполняется 25 лет. Спектакль любимый был не только зрителями, но и актерами. Искренне очень любимый. Он непростой. И начиная от романа непростой, и заканчивая сценической версией. Абсолютно удивительная история. Но, конечно же, спектакль – это, прежде всего, линия любви героев. Так что у спектакля была необыкновенная судьба. Зрительский успех всегда ему сопутствовал. Театральные жители расположились в галерее в компании других кукол, которые живут здесь постоянно. Волшебницы, принцессы, мифические существа и милые мышата – все это ручная работа. Хозяйка этого великолепия Людмила Силицкая приглашает всех к себе в гости. Ведь даже взрослым иногда полезно поиграть в куклы. Ну а следующий сюжет для любителей рока. Планетарий отмечает свой очередной день рождения. И в преддверии праздника мы поговорили с Андреем Шкуратовым. Свой 17-й день рождения арт-клуб с космическим названием Планетарий отпразднует накануне Дня космонавтики и Дня рождения самого рок-н-ролла – 11 апреля. У нас сложилась традиция такая, что на день рождения Планетария, и, кстати, в этом году он отмечается ровно день в день, как раз ровно 17 лет назад, именно 11 апреля Планетарий в том виде, в каком он сейчас существует, открыл двери своим зрителям. И вот уже 7 лет мы отмечаем таким вот фестивалем, который начинается днем. В этом году вход в клуб с 15.00, начало в 16.00. И будет играть много рязанских групп. Ну, кстати, в этом году не так много, как обычно. Ну, и приезжает несколько групп гостей, вот такие относительно известные группы, как «Вольная стая», группа «Ксенон», ну и два таких у нас полноценных хедлайнера – это группа «Эвил Нот Илон» и «Мангул Шоудан» из Москвы. За 17 лет на сцене Планетария играли легенды рока – «Ария», «Тараканы», «Короли Шут», «Укрениксы», «Пилот», «Черный кофе» и «Обелиск». Бывали здесь мельницы и Коливала, Люмин и Слот. К тому же сцена Планетария стала площадкой для выступления десятков рязанских рок-музыкантов. Рок-музыку люди действительно любят. Я очень часто вспоминаю про то, что вот летом проводится огромное количество опен-эйров по всей стране рок-н-ролльных. Почему не проводят попсовые опен-эйры? Потому что любители рока, они действительно любят своих, ну, свои группы, те, которые они слушают. Поэтому они готовы за ним ехать, чтобы их послушать там через всю страну. Праздник под названием «Где твои 17 лет» начнется в 3 часа дня и будет полноценным музыкальным фестивалем с праздничным тортом, возможностью побывать в один день на нескольких концертах и хорошим настроением. Кстати, пришедшим в костюме космонавта вход бесплатный. Народ, мы, в частности, я, работаем для вас, для того, чтобы был рок-н-ролл в Рязани. Цените вы нас за это. Я люблю вас. Ждем вас 11 апреля, Дня рождения. Весна. Время обновления и начало новых дел. Кто-то именно весной решает кардинально сменить прическу, но люди более дальновидные занимаются строительством собственного жилья. И перед ними встает множество вопросов. Какие стройматериалы выбрать и где их приобрести? Мы надеемся, что наш следующий сюжет поможет вам найти ответы на эти вопросы. Улица Есенина, дом 1А, торговый дом Евпатий. Именно здесь, на втором этаже, расположился центр загородного домостроения. Уже само название этого магазина говорит о том, что здесь можно найти все необходимые материалы для вашего строительства, начиная от железобетона и заканчивая кровельными материалами. Если вы до сих пор считаете, что кирпич может быть только белым и красным, то будете поражены огромным выбором этого материала в центре загородного домостроения. Магазин сотрудничает с ведущими российскими и импортными производителями, так что здесь можно найти десятки различных оттенков и фактур, в том числе и популярный на сегодняшний день кирпич по технологии флеш-обжиг. Это кирпич неоднородного цвета с переходом от более светлого к более темному. То есть в стене такой кирпич смотрится всегда по-разному, одинаковых домов, соответственно, не бывает. Помимо классического кирпича, здесь вы можете приобрести клинкерный кирпич и кирпич ручной формовки. Также в центре загородного домостроения напоминают, что самое слабое место в кладке – это растворный шов. Здесь вам предложат готовый кладочный раствор, который требует просто добавления воды. Смеси немецкой фирмы QuickMix – это гарантированное качество, а также более 20 различных оттенков. Ведь даже стандартный красный кирпич на белом растворном шве будет смотреться гораздо богаче и выгоднее, чем обычный серый раствор. Особенности этих растворов – это из-за патентованной технологии и добавления вулканической пыли, за счет которой эти растворы становятся очень прочными. Ну, плюсов много. Более подробно, конечно, обо всем этом можно узнать в наших магазинах здесь. Поскольку изначально центр задумывался как магазин для комплексного благоустройства и строительства, то не обошли здесь и такое направление, как тротуарная плитка. В магазине представлено несколько производителей, так что любой покупатель сможет подобрать именно то, что нужно ему. И по внешнему виду, и по форме, и по цене. Здесь же вы можете приобрести садовые светильники и фонари. Это наше собственное производство в Москве. Особенность этих светильников – то, что они выполнены из качественной стали и имеют порошковую окраску. То есть это 100% не китайский вариант, не силумин, не пластик. Они имеют уже всю электрическую подготовку. Такие фонари достаточно просто подключить, и они будут работать. Все светильники выполнены из качественных материалов, имеют уплотнители, то есть они защищены от воздействия влаги. Вам предложат несколько коллекций светильников, и в каждой из них вы сможете выбрать подходящий именно вам размер – от полутора метров до четырех. В этом же центре вы можете заказать уже готовую деревянную лестницу в свой дом. Приятно удивляют цены. Например, вот такой вариант стоит около 40 тысяч. Стоимость подобной лестницы, сделанной на заказ, будет в 2-2,5 раза выше. Такая низкая стоимость обусловлена именно готовыми вариантами лестницы. Они на заводе делаются уже в определенные размеры. Как правило, все модели стандартные и подходят под большинство готовых проектов, которые люди сами делают, строят. То есть среди ассортимента можно выбрать лестницу с поворотом на 180 градусов, на 90 градусов, прямую лестницу. Мало того, у нас есть услуга замерщика и монтаж этих лестниц. То есть если, допустим, бывает так, что лестница немного не подходит, мы можем сделать подгонку лестницы по месту. Ценовая политика магазина такова, что любой покупатель сможет подобрать здесь качественный материал по приемлемым ценам. Конечно, в связи с ростом курса валюты цены немного поднялись, и ждать их понижения не приходится. Наоборот, в начале апреля стоимость некоторых материалов поднимется на 5-10%. Так что если вы собрались делать покупки, то лучше поторопиться, тем более, что здесь вам помогут реально сэкономить. Мы можем принять от человека деньги и сделать определенный график поставки, который, конечно, не будет через год поставки. А там, допустим, человек оплачивает деньги, и мы понимаем, что ему материалы нужны через два месяца. Заводы сейчас идут на то, чтобы хранить продукцию на своих складах. То есть они дают нам возможность продать материал с вывозом по определенному графику. Приобретая материалы здесь, вы можете быть уверены не только в лучших ценах, но и в высочайшем качестве. С центром загородного домостроения сотрудничают ведущие застройщики Рязани. Уже не один дом построен с использованием их материалов, а в настоящее время именно центр загородного домостроения является поставщиком кирпича для строительства сразу нескольких многоэтажных домов в разных частях города. А это значит, что ассортимент позволяет подобрать материал для любых целей и финансовых возможностей. Так что если вы имеете отношение к строительному бизнесу или же собрались заняться строительством частным образом, то именно здесь, в центре загородного домостроения, на улице Есенина, перед автосалоном Volkswagen, вы сможете найти все необходимые вам материалы. На этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин